Генерал Что ждет его в пути по неведомым мирам И друзей повстречать предстоит или сдаться врагам И какие ждут его здесь приключения О Зилирия Злой рок забросил даль Видно был в портале враг Здесь один только друг Да и тот, к сожалению, хоряк Но Макс, наш герой Все привык, делай сам Так куда привидел его путь Может, прямо к мечтам И какие ждут его здесь приключения О Зилирия Где спасение ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ладно, начнём же. Ладно, погнали. Ладно, погнали. Ладно, погнали. Всем привет, дорогие дамы и господа, с вами я Бонтер 7, и сегодня мы с вами продолжаем играть в заповедник за Олерией. И это у нас, дорогие дамы и господа, другая концовка, друзья. Так как вы помните, что у нас были два пути, либо идти присоединяться к Армин, либо идти в царство Умарин, так он называется. В царстве Умарин у нас всех перебили, Хамки у нас вернулся только после того, как мы поженились с Самфи. Я этот момент не показал, потому что я решил для себя проверить, что будет. Есть вторая концовка, если присоединимся мы к Армии. Если мы присоединимся к Армии, то нас убьёт огромный металлический, сука, инопланетный шар. Потом я поискал информацию в заповеднике за Олерией, то, что можно пройти и на более благоприятную концовку, чтобы никто не умирал, или точнее кто-то из них. Либо Венга, либо... Либо... Как это у меня? Лика. Только нужно вести себя по-доброму в этом сцелях. Поэтому мы продолжим. Мы это читать всё не будем. Вот и сам наш Ханки. Вот и наш дорогой... Просто обыграть. Ладно, продолжаем. И у нас... Батрак. Да. Да, это у нас Лика. Собственно, не красана. Да, тут лаги, лаги, лаги. Не страшно. Кстати, ветки двигаются. Блин, как и... Так, сейчас. Ладно, давайте зададемся. В таком сцеле я с ними не справлюсь. Похоже, выберем на уник. Хорошо, не здесь. Я подошел. Только ноги все в том дикле. Чтобы быстро идти. Не тормозься. Вперед. Как же ты шала. Пожалуй, даже я пойду один. Прощай, Макс. А так можно было, что ли? Так можно было. Так можно было. Серьезно. Серьезно. До свидания. Увы, мое знакомство с новым миру закончилось, всегда начавшись. После встречи с Лика, то это для меня замкнулось в небольшом ущелье, где располагалась ее пещера. Вместе с двумя зарядителями мы ухаживали за ее жилищем. Готовили до нее еду. Дело были несколько розданных участков земли в длине у подножий гор. Кнут. Я вижу кнут. Я хотел сбежать на другие раба и объяснение, что территория в море, так называется этот вид, слишком опасна. Увидев раба, вне территории хозяина, его однозначно любят другие люди-кошки. И кто никогда не выбирался отсюда живым. Что ж, по крайней мере, мне в отличие от остановки иногда припадут много ласки. У Марии явно дефицит мужчин. Хоть что-то хорошее, но при столь скудной кормежке, что мне достается, при изматывающей нагрузке долго я все равно не протяну. А при силе этих тварей выхода у меня уже нет. Пришлось сменить судьбой. Я сдался с соком быстро, даже не пытался договориться с нами. Но это уже поздно. Увы, в заключении мы вынуждены расстаться, наши дорогие читатели. Это чудесный мир в полной вкусной печи. Полоских утех, кровавое веселье, жеварное, турлингар. Лишь наважды. Это выражение сопротивляется еще несколько не так. Ладно, не буду. Давайте спросим, Хан-Ханке, раз ты у нас тут главный эксперт, что по сути лучшее направление отведет туда, не прокатит. Нам нужна цель, и желательно адекватно. Я не хочу спать. Считай планету просто так, это интересно. Ты же все не без... Ты все же не безнадежен. Разрешил спрашивать совет у меня. Это радует. У меня даже нет смыс... Есть мысли насчет направления цели. Нам стоит добраться до территории, где живут у Марии. По дороге немного посмотрели, а потом... Ты можешь неплохо построить там в качестве моего образца планника, а я получу доступ к незнанию о планете не самим у Марии. Собязательно безоспользуем возможности нары. И не спеша изучу их эволюции, струю их жизнь, а потом пойду дальше к себе планету. Ты можешь со мной пойти, если хочешь, если еще не сдохнешь, конечно. Все будет не сдыхать. Ну, на Болговечного ты не похож, это пёс. Это диетальное ручное изучение у Марии, и их история не понадобится лет пятидесять. Пятьдесят. А ты в семьдесят... Семьдесят два вряд ли будешь хорошим словом для начала нового путешествия. Или я верно прочитал твой ДНК-коп. Так что дойдем до у Марии. Ты на бунтерство к уролейцам, потом ты в гроб, а я в путь. Классно прибыло. Вот с ученым. Ведь возраивает себя душа. Тверпима, скажем так. В любом случае, у меня нет более светлых людей. Так что я согласен. Еще бы ты не согласен с твоим интеллектом, только моими советами спасаться. Хамки, какого черта ты постоянно зовешь меня тупым? Ну, у тебя псионных способностей, но ты... Ты не меня, видишь? То есть, это мы уже читали. А вот и дорогие наши эйта. Эйта. Чего ты сменешься? Да просто. Судеблюсь, деды. Я встретил тёпку на маме в баф. И все так или иначе собирался отмирать после встречи со мной. Уж не знаю, как я на это реагирую. Если реально все равно отрежет ситуация и то, что меня разбудили среди ночи, настроение было неожиданно отлично. Нет, убивать эту дружку я не стану. В этом нет смысла. Но ответы получать надо. Кто-то гранит, кто-то ночной стинг. Больше не повторится. Итак, я свечу. Почему ты напал на маме? Убей меня, мам. Пожалуйста. У нас в детстве не идёт по диапазону. Решила продолжать спектакль? Не поможет. Ты не понимаешь? Я... Про... Сделала свою первую уже миссию. Ты убьёшь... Не убьёшь меня, а ты её... Самой. А я... Боюсь... Буду быть долго. Очень долго. А... О... Уже один пошёл. Одинаково что ли? Тайных, серых, кардиналов? Или ещё какого-то страшного и тайных пеналов? Я не могу ничего сказать тебе. Просто закончишь это. Облючи нам обоим жизнь. Облючить тебе жизнь? Убив на месте? Да ты просто вполне логичен. Мне больше нет двух романов. Такова судьба обречённая. А давай я прохожу... Ты с ним, смотри. Если сейчас могу убить тебя. А... А могу не... Не забывать. Значит твоя жизнь. Уже принадлежит меня. Так? Да. Тогда в чём проблема? Ты моя. У меня. Ты... И Филипп. Теперь решать, как я буду рассказывать о твоей жизни. Ты будешь делать то, что я скажу. Да? Да. Слышку мне, что отмывание будешь слышать, что у меня как собачка ждёт, что ей должна. Я охрану. В конце её фазы был вереслушен. У меня возникло ощущение, что несчастная девушка просто не может пойти к реальности происходящего. Слышь не понимает, кто она. Что делать, где находится. Ну тогда вставай, продону вас в более комфортном условии. Данная неактивная биомасса не является сломангальцем. Это серьёзно. 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 Понятно. Мы можем её воскресить. Мы можем её воскресить. Халки, это сука тыми. Данная неактивная биомасса не является сломангальцем. Воскрешение нашим практически пользует. Я сказал, воскреси. Это приказ. Данная неактивная биомасса не является сломангальцем. Действие связанная с риском. Этот приказ должен исходить администрация системой. Я твой хозяин. Круто ты металла. И я администратор. Приказ? Воскреси её. Данная мне активная информация не дает Саранганс. Выгоняем в этом, хотите себе вернуться к жизни и представить себе другой расы, которая может быть потенциально враждебной. Уверен. Я из тебя три бухи выломал. Больной и умной себя считаешь. Воскрещай, говорю. Подделка из горлых пикосхем. Подтверждение, приказ администратора, как угодно. Воскрещай. Выполняю. Хлебот чертов, тупые приматы, спасатели херов. Связался же я с клоуном свекло... Что это? Яд? Вот речит, подсчитает, и глаза не открываются. А душа болотнен глаза. Детских смертей нужно болотнуть как-то... Другие, что? Скоро-то, я слышал много голосов. Оп, и платок уже в этом рукаве. Моя ненаглядная... Ну, пожалуйста, покормить свою удерную рабыню. Я уже с голоду умру. Что за... Что за веки, веки, веки... Сжать. Нужно быть реально. Эй, смертный ты! Тут мой глаз очнулся. Дайте ему пожарать. Серьезно? Серьезно? Изображаю зубы этой галлюцинацией. Господин Накс, вы спасли тетю Лику. Вы настоящий герой. Мисси, это ты! Иди сюда, я хотел бы тебя обнять. Серьезно. 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 Мясо, которое готовит Лика. Я думал, тут ребенок убивает. И поспешу на помощь. Сай поздравляет с Максом. Привет. Хамки, что здесь, Барис? Сколько я проспал. Время обеда, Макс! Хамки? Ладно, ладно. Ты проспал очень долго. Все вон тебя заждались, а эти ребята в самом деле вышли из леса, когда Мисси обожглась и подскрикнула. Мисси? Она же... Я перевел взгляд на Хамки, уже поспешно с гранью детства ко мне на плечо, а привыкнуть к ухмылке фиолетового коммуникация и менялась расстроенностью. Эм, я ошибся. Да, мы с тобой ошиблись. Это было не Сепси. Как-то с чем-то, ну, быстро отошла. Отравление? Что ты несешь? Точно! Нора! Ты приказал! Хлебала! Хлеба завалить! Дегрод был сонный! Надышался болотным газом и кайф будешь уже почти сутки. На тренадцать, хотя я еще плохо собрал вас в пробужденном, а в день Хамки не тянет на правду. Есть, как минимум, одна вещь, которая... Этот великий слонганец не засвоил за свою долгую жизнь. Вранье. Хамки, зачем ты... Заткнись, Макс. Просто... Она травеялась. И потом пришла в себя. Сама. А на тебя болотный газ подследовал очень сильно. Пусть не потерял сознание так же быстро, как в местной, но последнее его выдыхание я смотрел, проявил до сих пор. Эм... Макс. Шеф, он еле сидит. Дайте ему в себя прийти. И пожрать дайте. Еще. Все готово, Макс? Сука. Это вообще идеальная картина просто. Ха-ха. Да ну нахуй. Да ну нахуй. Такое нет. Такое существует, бля. Ох-хер. О, господи, Иисуси. И спасибо. Спасибо, что дали второй шанс миссии. А-а-а-ам. Сука. Ха-а. шестерёнки у меня в мозгах крутились очень неохотно. Но даже сейчас я не могу поверить в реалистичное происходящее. Откуда тут сиделся ещё один аристократ? Мы в лесу. И почему он спокойно зовёт лику по имени? Не испытывает ни страха, ни отвращения? И почему люди смотрят на него с таким восхищением? Чёрт, просто расскажите, что именно я пропустил. Утром мы все просунулись рано, и представляешь, вместе поправят. Я проплакал полночи, пока вдруг не отключилась. А когда я проснулась и подошёл к Миссии, увидел, что она спит. Она проснулась полностью здоровой. Макс, это чудо стало... Закнись, Дора, хвостатая. Я сказал, что-то лишнее великое. Попроще, пожалуйста. Миссия проснулась, и пока Вельга тренировалась, а сам всё чистила платье, мы с ней начали готовить. Это было божественно. Но Миссия пыталась мне помочь. Схватилась за горячее и... за горячее, и вскликнула. И буквально через минуту залез... Выбежали господин Миссия вместе с Сайом. Именно. И когда я увидел, как Лейка дует на палец, дует на пальцы Миссии, а недалеки отдыхают после тренировки Вельга, то сразу понял, что ничего страшного не происходит. А когда увидел, что девочки жарят Миссиюка, выбора у меня не оставалось. Да, это я удивил, господин Миссия подошёл к нам и поклонивший попросил угостить его. Да, да, я тоже удивился. Что вы к нему призвязались? Подумаешь, Виконт, нормальный мужик, видит свежее мясо, просит жрать. А что дальше? Лейка очень любезно пригласил меня позавтракать. Вместе с ними за едой мы познакомились. Твои спутницы рассказали, что произошло на болоте. И кто ты такой? Я ожидал отлики другой реакции. Ну, Макс, ты ведь просил меня быть терпимым к зеленицам, а господин Миссия начал обращаться свежего поклона. Для такого, как я, это необыкновенная необходимость. И я подумал не могла, чтобы напаст напастили огрызнуться. Вообще-то всех представителей я. Как-никак я герцогиня и слышно о Виконте Кабире. О, обо мне до сих пор с удачат при дворе. Я же говорил, что не разделяю их взгляды в Виконте. Я очень уважаю вас и рада встрече. Если бы не то, что случилось со мной, я бы так и не смогла слиться с вами. До моего отца вы блаженый глупец. Простите. Венька, ты очень вежлива. Не переживай, я прекрасно знаю отношения ко мне остальных знати. Макс, Викон Кабир, единственный реформатор в Кохроне. Вернее, было, если не сопротивление Королевского двора. Это за скриншот скриншотить надо. За скриншот. Бум. Ааа, да. В общем, это у нас меняется дело. Да, сейчас вхм. А, звук есть. Да. скриншот. Да, твою мать. Я не то сделал, ёптвою мать. Ёптвою за ногу, сука. Ладно, 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 всё, всё, без паники. Без паники, друзья. Мы вернёмся обязательно. Я промотаю до этого момент и сохраню. Так что, не беспокойтесь, серия продолжится. Ну а с вами был Боинтрис Силь. Субтитры сделал DimaTorzok